Как я уже и анонсировал в предыдущих передачах, по четвергам теперь мы будем выпускать новый продукт на нашем канале. Называться он будет «Открытая политика права». Цели и задачи этого продукта вполне себе понятны и проистекают из названия. Мы будем обсуждать с известными юристами, адвокатами, специалистами в области различных сфер права насущные вопросы, насущные проблемы, которые касаются максимального количества людей. И будем надеяться, что это принесет определенную пользу и для наших подписчиков, и для наших зрителей, и вообще для всех, кого эти проблемы интересуют. И сегодня у нас в студии Виталий Буркин. Это, собственно, очень закономерно. Много лет нас связывает определенное сотрудничество, взаимодействие. И решил я начать этот цикл с более-менее для себя понятного человека, с которым мне проще, наверное, общаться, чем с другими юристами. И потому вот сегодня мы начнем с Виталия. И, естественно, первый вопрос. Удалось ли тебе сохранить позицию в юридическом сообществе республики, города после того, как тебя лишили статуса адвоката? Вопрос в том, в каком качестве ты теперь работаешь и оказываешь юридические услуги. То есть немножко об этом расскажи нашим зрителям, чтобы им было понятно, как это вообще работает и что здесь к чему. Ну, дело в том, что, Андрей, по моему твердому убеждению, не только моему, услуга адвоката, юриста по уголовным делам, по гражданским делам, она уже себя изжила в том виде, в котором она сейчас существует. Невозможно только юридическими методами добиться результата, если тем более речь идет о более-менее серьезном деле. И уже имея статус адвоката, последние 5-6 лет я работал, используя информационные технологии и элементы политтехнологий. Сейчас, когда статус адвоката у меня прекращен, я немного перепрофилировался. Ввиду того, что непосредственно участвовать в уголовных делах в качестве защитников я привлекаю своих соратников. Ну, а сам лично разрабатываю стратегии, которые заключаются в разработке стратегии защиты и пиар-сопровождения. Статус адвоката позволяет участвовать в процессах в суде юристу в качестве защитника по уголовным делам. А вот то, что касается гражданских дел, то, что касается административных дел, я так понимаю, арбитражных дел и некоторых уголовных дел, то есть там человек не обязательно должен иметь статус адвоката. Вот этот момент нам нужно разъяснить зрителям, то есть насколько это принципиально, непринципиально с точки зрения закона. Разница в полномочиях адвоката и юриста заключается лишь в том, что только адвокат имеет право участвовать в следственных действиях по уголовному делу в качестве защитника и в суде в качестве защитника. Но и то гражданский тоже может участвовать в случае, если суд удовлетворит такое ходатайство. Все, больше разницы нет. Зато и замечательная разница, которая заключается в том, что юрист действительно независим, а адвокат у нас сейчас зависим. Вопрос зависимости и независимости адвокатуры очень действительно в последнее время волнует. И это не только башкирскую адвокатуру, я вот читаю некоторые публикации, эти вопросы очень широко обсуждаются на федеральном уровне. Илья Новиков и многие другие видно известные адвокаты как раз заговорили о том, что та степень зависимости, в которую попали адвокаты внутри сообществ, адвокатских сообществ, причем разнообразных сообществ, не только там. Это касается опять же Башкирии. У нас тут просто уникальная, на мой взгляд, ситуация сложилась, которая, наверное, не имеет прецедентов по России. Но в целом независимость адвокатов ставится под сомнение уже многими. И вот здесь вопрос к тому громкому тезису, который ты сразу вначале огласил, усомнившись вообще в целесообразности существования адвокатской защиты как таковой. Я не усомнился, Андрей, я сейчас сразу тебя поправлю. Даже самый грамотный и квалифицированный защитник, будучи независимым, не в состоянии один оказать такую услугу, которая была в наших реалиях, привела к результату. Это закономерно. Адвокат это прежде всего юрист, участник в следственных действиях, изучает материалы уголовного дела. Он иногда не в состоянии даже объективно разработать серьезную стратегию. И вот обрати внимание на то, что очень много резонансных дел, которые сейчас мы имеем в стране, они ведь такими стали не благодаря адвокатам, а благодаря родственникам, друзьям и так далее. А комплексная защита и комплексная работа по координации этих процессов, она отсутствует. И поэтому мы на профессиональном уровне сейчас вот это и делаем. Когда дело сложное, большое или когда дело много у одного адвоката, то обычно работает группа юристов. Причем у этих юристов есть какая-то специализация. Кто-то занимается анализом, кто-то занимается стратегией, кто-то занимается, как ты говоришь, информационными аспектами дела. Потому что, ну, что тут греха таить, в последнее время использование СМИ, общественного мнения и прочих вещей стало уже, ну, пожалуй, что привычным явлением в громких делах. То есть вот сейчас мы постепенно подходим к той теме, о которой ты заговорил. То есть вот давай рассмотрим вот этот вот феномен Голунова. Казалось бы, обычное дело последние, там, ну, много, наверное, лет никого, наверное, не удивить, там, каким-то там подбрасыванием наркотиков в карман потенциальному обвиняемому, да. И, наверное, уже это, ну, не вызывает никакого там, ну, такого вот прямо, как же так, ах, да. То есть сотни, десятки тысяч таких вот случаев. Да, то есть, к сожалению, со стороны правоохранителей подобная технология стала уже абсолютно канонической. Но происходит странное, необычное. Дело Ивана Голунова приобретает вот такой вот, ну, феноменальный резонанс. Вот как ты это объяснишь? Я здесь объясню это просто, да. Поэтому мы этим и занимаемся на профессиональном уровне. И дело Голунова как доказательство того, что необходимо сейчас применять такие стратегии. Работая защитником по уголовным делам, юристом по корпоративным спорам, проведя 2-3 больших, больших, там, длительных корпоративных споров, спорах, я выявил для себя закономерности, определенные правила, соблюдение которых позволяют на раннем этапе избегать длительных затяжных уголовных процессов, корпоративных войн, наездов, рейдерских захватов и так далее. Может это звучит фантастически, но правильная работа в течение нескольких дней в зародыши конфликта помогает его избежать. Ты прекрасно это знаешь, и ты, наверное, будешь лукавить, если скажешь, что ты сомневаешься там в эффективности ряда мер. И самое интересное, что здесь, почему я негативно отношусь вообще, в принципе, ко многим адвокатам и юристам, потому что будучи зависимыми, кто-то трусливыми, кто-то не умеющими выступать публично, они не используют политтехнологии, еще и манипулируя своих доверителей тем, что это скандализация, там, правосудие, там, и так далее. Но я скажу, что политтехнология заключается в том, что не только раз поднять шум, но в каких-то случаях его надо усмирить. Наверное, нельзя, ну вот, безоглядно относиться к применению подобных технологий, подобных способов, но как в любом процессе, да, применяются те инструменты, которые уместны. Совершенно верно. Сначала разрабатывается стратегия защиты, а потом определяется, что здесь надо. И не наоборот. Есть определенные закономерности. Я для себя выявил одно. Моя задача сделать так, чтобы заказчикам рейдерского захвата, заказного уголовного дела, да, или просто травли какого-то гражданина, это, как правило, да, чиновники там и коммерсанты, просто жилось некомфортно. А Голунов это, кстати, Андрей, это вот яркий пример, который показал, насколько у нас деградировала адвокатура, и насколько информационные технологии, когда сплотились, ведь, по сути, несколько человек сплотились, да, и потом снежный ком пошел. И что, и вот, и обрати внимание, и обрати внимание, если бы адвокаты, как у нас вот в сотнях таких дел бывает, писали бы свои юридические вот эти жалобы, да, на непонятном ни на кому языке, да, то им бы приходили ответы. Ведется следствие, ваши доводы будут рассмотрены, пока оснований нет и так далее. Посмотрите, какая стремительная реакция, посмотри, какая стремительная реакция, и как быстро процесс пошел по голову. Два-три дня, да? В процессе Голунова сразу же были названы фамилии тех, кто, ну, условно говоря, подбрасывал эти наркотики, да, то есть названы были фамилии там и оперативников, и тех, кто там сопровождал процесс. Я не помню, там точно, по-моему, исследователи и так далее, да? То есть эти люди были вытащены на поверхность, фактически, ну, деанонимизированные. У Зла есть свое имя. Я когда вот тоже добиваюсь, добивался положительных результатов, я не останавливался даже за пределами полномочий, да, за пределами договора. Мне это уже теперь это не останавливает. Ставить вопрос об ответственности судей. Вот у меня, допустим, был оправдательный приговор на пятом году за действительно там, ну, подкидывание классической наркотиков произошло. Пять судей поучаствовало в незаконном осуждении человека, пока мы его не освободили. Был абсолютно неправосудный приговор. Необходимо было возбуждать дело там в отношении человека к десяти. Ну, я год этим занимался, но так как самоцелью это не являлось, разумеется, я потом на это дело плюнул, потому что, ну, это, ну, страшной степени круговая порука, да, которая у нас творится. И здесь вот абсолютно правильно, абсолютно правильно. Здесь надо назвать имена, здесь надо наказать показательно. В каждом кабинете ноновца, да, опера должны висеть фотографии вот этих вот товарищей, да. То есть здесь все понятно, ты задаешь правильный вопрос. Практический вопрос сегодняшней передачи, то, о чем я хотел поговорить, и то, что, ну, на мой взгляд, сейчас актуально для многих, это такая ситуация. Подходит к человеку на улице полицейский и требует передать ему сотовый телефон. Вот я бы хотел поговорить о том, насколько это законное требование, насколько вообще, в принципе, полиция может забирать у человека телефон, насколько полиция может знакомиться с той информацией, которая есть в телефоне. Ведь ни для кого не секрет, что теперь наши телефоны, это уже не просто устройство для того, чтобы кому-то позвонить, а это устройство, в котором хранится там информация, через которое человек коммуницируется с другими людьми и так далее. Зачастую, наверное, в сотовом телефоне информации там больше, чем даже в персональном компьютере дома, да, или на работе. Вот как с юридической точки зрения можно оценить право полиции или иных правоохранительных органов на изъятие персонального личного сотового телефона и ознакомление с информацией в нем? Абсолютно серьезная проблема по той причине, что теперь мы можем, если совсем простыми словами, называть телефон компьютером, да, носителем большого количества информации в электронном виде. Уголовно-процессуальный закон содержит особый режим изъятия информации, которую содержат электронные носители, на электронном носителе. Но непонятно по каким причинам, это там стереотипное, там, схематичное мышление, да, и так далее. Может быть где-то пробелы в законодательстве есть определенные. Сотрудники полиции, там, следственный комитет, прокуратура относятся к нему просто как к телефону. Это абсолютно неверно. Дело в том, что, как ты правильно заметил, в телефоне сейчас у людей намного больше информации, чем в компьютере, да, там, в домашнем и в рабочем. Причем он содержит несколько десятков видов тайн. Семейная, личная, коммерческая, тайна усыновления, удочерения, там, и так далее, и так далее. Огромное количество. Медицинская тайна. Если изымают смартфон, там, айфон, там, любой, любой андроид, то прежде всего лицо, у которого имеется желание изъять это устройство, должно говорить о том, что это является таким-то устройством, на котором содержится большое количество личной тайны. Для этого необходим судебный акт. Имеет ли право условный полицейский, там, сотрудник следственного комитета просто сказать, ну-ка, дайте-ка мне ваш телефон, и имеет ли он право просто так его забрать, либо для этого ему нужны какие-то, ну, условно формальные полномочия, какие-то документы, что вообще должно быть? Разберем ситуацию, когда для изъятия судебный акт не требуется. Первое. Лицо задержано по подозрению в совершении преступления, и при составлении протокола задержания обязательно личный обыск. В ходе личного обыска изымается все, с чем нельзя в камеру. Ну, предположим. Да. Но, здесь есть одно но. Изъятый телефон упаковывается и опечатывается таким образом, чтобы исключить внепроцессуальный доступ к нему. То есть, не для проведения каких-то экспертиз, там, он просто у него изымается, складывается в пакет, в конверт, упаковывается, опечатывается. Здесь судебный акт не нужен. Далее. Судебный акт не требуется в следующем случае. Если имеются точные данные, веские основания считать, что у лица при себе похищено устройство или найдено устройство, его можно изъять без судебного акта. Если оно не принадлежит ему. Если оно не принадлежит ему. В Уголовно-процессуальном кодексе есть исключение для этого. Там прям так и написано. Просто это устройство не называется там телефоном, да, но исходя из тех свойств, которыми мы сейчас определили, да, которым обладает телефон, именно на него сохраняется специальный режим. То есть, только по уголовным делам и только при наличии либо судебного акта, либо при назначении судебной экспертизы, компьютерной экспертизы. То есть, для этого, так или иначе, нужны какие-то решения, там, судебные документы, предписания, еще что-то. То есть, просто так взять в руки чужой телефон и начать в нем копаться, сотрудник полиции не имеет права. Да, более того, более того, сразу говорю, если даже этот судебный акт имеется и у гражданина производится изъятие принадлежащего ему устройства, то он имеет полное право немедленно в ходе этого следственного действия на копирование всей информации, которая там содержится. Да. Есть одновременно самостоятельно второе основание, которое исключает возможность такого произвольного изъятия телефона. В статье 29 Уголовного процессуального кодекса, который регулирует полномочия суда, говорится, только суд имеет право давать согласие на проведение выемки, ну, то есть, это изъятие, проще говоря, предметов, в которых содержится одна из видов охраняемых законом тайна. Охраняемые законом тайна. Что в эту категорию входит? Разговариваешь с сыном, записал разговор, дабы ему потом пенять, да, тем, что у нас такой разговор составился, все, тайна. Тайна телефонных переговоров. То есть, это тайна телефонных переговоров? Да, тайна телефонных переговоров. Еще что? Есть у тебя внебрачный ребенок, или там ты кого-то усыновил, да, там и так далее, да, или придумал ты какой-то секрет производства, зарегистрировал его, ноу-хау. Есть у тебя заболевание, о котором не хочешь, чтобы узнали там твое окружение, да, не говоря о сотрудниках органов внутренних дел, это медицинская тайна, да, медицинский документ, фотографии есть, все. Об этом необходимо заявлять только через судебный акт. Но проблема в том, что у нас абсолютно нет несудебной практики, которая бы это разъясняла. И следственные органы у нас, да и не говоря уже там о обычных сотрудниках, да, там уличных сотрудников полиции, почему-то считают, что в ходе административного производства, да, не говоря там не по уголовным делам, в ходе административного производства можно спокойно, произвольно изымать наши портативные компьютеры. Берем вот эти истории, там, московские, там, задержания на митингах, да, ну, то есть люди, по сути, предполагаемым образом совершили административное правонарушение, которое еще и даже не доказано судом, да, то есть вот их просто задержали на улице, и вот, условно говоря, им вменяют какое-то обвинение, но оно еще судом не закреплено. Но уже при этом у них изымают, там, смартфоны, планшеты, там, у кого-то был с собой компьютер, и все это изымается, все это тщательным образом исследуется сотрудниками, там, контакты, телефонные номера, какие-то переписки изымаются из этих телефонов. Вот это, как этому противостоять с точки зрения, ну, обыкновенного гражданина, то есть если человек не хочет, чтобы вот в подобной ситуации, потому что задержать же могут не только на митинге, там, улицу неправильно перейдешь, могут задержать, да, то есть вот как в этой ситуации противостоять подобному? Теперь мы переходим к проблеме, да, дело в том, что мы не имеем права оказывать физического или какого-либо сопротивления сотрудникам органов внутренних дел, поэтому если они уже это изъятие проводят, да, мы не можем им сопротивляться, вот именно, да, потому что будет соответствующая статья Уголовного кодекса, да, таким образом необходимо обжаловать эти действия, да, в компетентные органы, и вот здесь мы попадаем, скорее всего, под нашу пресловутую круговую поруку, потому что есть там схематичное, вот это стереотипное мышление судов, да, прокуроров, там и так далее, необходимо четкое правовое регулирование, введение в Уголовно-продукционный кодекс, в Кодекс административных правонарушений конкретной нормы, где будет просто по-русски написано для сержанта полицейского, телефон, там, смартфон, пятый айфон, шестой айфон, седьмой айфон, изымать нельзя без соответствующего судебного решения, особенно, если еще и лицо заявило о том, что в этом устройстве, да, там, имеется, там, сведения об любой охраняемой законном тайне. Ситуация, значит, сотрудники изымают телефон, телефон запаролен, они начинают требовать назвать пароль, либо, там, приложить палец для разблокирования телефона и так далее, насколько это законное требование, насколько нужно ему подчиняться или не нужно? Вчера мы вот это обсуждали, мы предполагали этот вопрос, об обязанности у лица нет сообщить этой пароль, этот пароль, но можно следственным действием, когда идет серьезное производство по уголовному делу, да, следственным действием оформить предложение лицу представить этот пароль для того, чтобы доказать или опровергнуть определенные обстоятельства. Вот если лицо не сообщило, не сообщило этот пароль, но есть судебный акт о том, что необходимо не просто изъятие, а исследование содержимого вот этого, вот тогда с помощью своих технических служб. Это понятно, да, то есть когда уже есть судебное решение, когда действительно техника исследуется согласно постановлению суда, это понятно. Я имею ввиду вот эти произвольные действия полиции буквально на улице, то есть подошли, дай-ка телефон, какой у тебя пароль, там сейчас я посмотрю, с кем ты там сейчас переписывался, да, то есть вот на это сотрудники полиции права не имеют. Права не имеют, недопустимо. Более того, я со своей стороны могу предположить, что человек ведь существо как бы все-таки субъективное, можно же и забыть свой пароль, да, на какое-то время, а потом снова вспомнить или не вспомнить, да. Соответственно, тут есть определенная возможность. Ну, в общем, резюмируем этот момент. То, что сейчас в законодательстве не до конца описана процедура изъятия и, значит, ознакомления с информацией, находящейся в телефоне, то, что законодательство не до конца воспринимает смартфон как серьезный носитель информации, то есть как-то упущен на тот момент, что в телефоне действительно могут быть, ну, очень серьезные аспекты там всевозможных тайн, которые охраняются законом там. Более подробно и конкретно регламентация требуется в законе, вот для наших правоприменителей особенно. На каком уровне эти изменения в закон должны вноситься? Это должна быть инициатива Госдумы или там местных парламентов? Вот это как делается вообще? Ну, у нас по закону, по конституции перечень лиц, которые обладают законодательной инициативой, но, по-моему, там и Верховный суд у нас имеет право законодательной инициативы, да. Но здесь я считаю, что прежде всего, конечно, это Верховный суд должен это делать, ну, либо депутаты. Но дело в том, что это только федеральное законодательство, уголовно-процессуальный кодекс, это федеральный закон, кодекс административных правонарушений, это федеральный закон, то есть это Государственная Дума, Совет Федерации. В том числе, наверное, ведь и сами правоохранители заинтересованы в том, чтобы эта процедура была максимально четко описана, чтобы потом не попадать им под всевозможные претензии, всевозможные... Нет, не заинтересованы, потому что сейчас облегчается разоблачение лиц, да, в том числе и там до шантажа доходят. А кроме того, не стоит забывать, что эту проблему поднимают единицы. У нас адвокаты в большинстве своем считают, что в ходе обычной выемки ты обязан выдать этот телефон, сообщить пароль, никакого режима особого на телефоне не распространяется, но это не так. Не так, если мы трактуем, правильно толкуем уголовно-процессуальный кодекс, его основополагающие принципы. То есть сейчас выход простой, либо надежным образом блокировать информацию в своих телефонах и не позволять посторонним воспользоваться этой информацией ни при каких условиях, да, либо пользоваться кнопочным телефоном, из которого никакой информации не извлечено. Ну да, ну или храни на небесах, там, на облаках, все, да, там. Вот такой разговор у нас сегодня получился с известным уфемским юристом Виталием Буркиным. Я надеюсь, что вы что-то полезное себе подчеркнули из сегодняшней передачи. Очень рассчитываю на то, что наши зрители, подписчики и те, кто интересуется нашим каналом, будут присылать нам свои вопросы и предложения по темам для дальнейших передач этого цикла. Для того, чтобы связаться непосредственно с Виталием Буркиным и задать ему какие-то конкретные правовые вопросы или проконсультироваться, мы даем канал связи непосредственно с ним. А с нами связь, как обычно, комментарии, личные сообщения, лайки, подписки, все как обычно.